Девида Голлсмит На их программе Foundations of Great Coaching Это очень сильная программа от мировых практиков экзекутив коучинга И появилась привилегия пригласить Дэвида лично к нам на эту конференцию, чему я несказанно рада Я сейчас немного расскажу о Дэвиде, многие из вас знают Но то, что из его биографии меня впечатлило, он пионер в индустрии коучинга 25 лет опыта Вместе с Томасом Леонардом Дэвид основал Международную Федерацию Коучинга И работал в тесном сотрудничестве с Томасом Был первым президентом Коуч Ю А Коуч Ю это была первая в мире школа лайф-коучинга Которую Томас Леонард основал в 1992 году Дэвид один из первых MCC в мире И сейчас он исполнительный директор 7 Paths Forward Организация, которая поддерживает развитие коучей во всем мире Включая тренинговые программы, поддержку коучингового сообщества по всему миру И помощь корпорациям, бизнесам в поиске первоклассных коучей Дэвид также был одним из первых, кто тренировал японских коучей Он основал Foundations of Coaching, организацию, которая сейчас сотрудничает с Харвардом В ресерче коучинга и продвижения коучинга в мире В общем, очень многое он сделал для нашей индустрии И я очень рада, что мы сегодня здесь вместе с Дэвидом Дэвид, окей, I made the intro and the floor is yours Welcome Дэвид, you are muted Yes, I know We are all watching as people zoom around the world Learning how to mute and unmute in zoom And it's all new skills We'll talk a lot about that today Thank you so much, Irina, for the generous introduction It's lovely to be with all of you today If I understand... Thank you, Irina, for the wonderful presentation of me It's lovely to be with you today It's lovely to be with you today David, we can't hear you David, we can't hear you, you're muted again Oh It just looks like... Now it looks like we can hear you You can hear me, please stand by one minute I have a technical difficulty, which I will sort out Okay Коллеги, я пока займу ваше время Кто меня не знает, меня зовут Татьяна Лепеха Я член украинского чаптера Самого его основания И я сегодня буду переводить Дэвида, мне выпала такая честь Спасибо за приглашение Я не могу сказать, что я профессиональный переводчик Я все время работаю переводчиком Поэтому я заранее говорю о том, что если у кого-то будет какая-то версия Или вы услышите, что что-то можно сказать лучше Или поправиться как-то Я вас очень прошу, пожалуйста, пишите или говорите Помогайте В общем Буду рада сегодня быть вам полезной Спасибо Таня, огромное спасибо тебе И коллеги, я буду вопросы собирать все Дэвид будет делать паузы несколько раз в течение презентации Я буду собирать вопросы, зачитывать их на русском Таня будет переводить Ну и потом будем обратно переводить с английского Вот такая у нас будет процедура Всем спасибо Я думаю, что я хорошо сейчас Хорошо Извините Так что давайте перейдем на нашу agenda Сегодня Мы будем обсудить несколько вещей Я думаю, что будет очень важен В этом время, в которой мы живем Мы будем говорить о коучинге в время Дисрупции Мы имеем глобальный пандемик И это создает очень интересные возможности для коучинга Да, давайте сегодня посмотрим на нашу повестку дня У нас сегодня довольно большое количество вопросов Мы будем говорить с вами о коучинге в переломные времена В эти времена пандемии у коучинга появляются новые возможности И мы также поговорим о том, как это повлияет на формирование будущего коучинга И далее мы поговорим о том, что для меня, для Дэвида, имеет большое значение Это какая разница между хорошим и высококлассным или великим коучем И вообще имеет ли это значение Ирина, которая с нами была, она знает об этом И мы поговорим о том, как хорошие коучи и великие коучи И чем они отличаются И после этого мы поговорим о том, если у нас останется время И после этого мы поговорим о том, что каждый человек является коучинговым клиентом или не коучинговым И если и не коучинговым клиентом Итак, давайте перейдем Итак, мы находимся в ситуации глобальной пандемии И мы сейчас находимся в ситуации глобальной пандемии И эта ситуация переворачивает с головы на ноги или, наоборот, с ног на голову весь мир И это вызывает многих вещей, которые были построены для будущего коучинга И она приводит к тому, что многие вещи в мире развиваются довольно быстро И как бы заставляют людей меняться Итак, давайте перейдем через несколько этих пунктов И давайте пройдем через несколько этих пунктов Один из них — это самонаправленное познание или способность учиться самостоятельно One of the effects of coaching is that leaders have become better and better at charting their own learning journey And figuring out how to find their own feedback, how to get more input So things that coaches used to be the primary source for, leaders can do more of on their own Can you say it again? I lost you? Sorry Yeah, it's okay Coaches used to be the ones that provided all the learning support for many leaders And many leaders have learned how to do this on their own Coaching is usually those people who provide support for leaders in teaching And now many leaders do this on their own So the next piece is that coaching now comes to people in many different flavors So sometimes it might be a manager who has learned how to coach Sometimes it comes from a peer Sometimes it comes from a friend But people are getting coaching in many different places There's many tools that are now available for learning and development People are using gaming for learning and development There's a variety of tools and apps that are being developed where you can have a coach in your pocket Or an app that reminds you about a new behavior or a new idea you're trying to work on And many of these are going to become more important over time As organizations have less resources for learning and development but still need to grow How can we deploy learning and development less expensively? So if there's ways to use artificial intelligence or apps and bots to help do that People are going to have some interest in that So if there's ways to do that Because organizations want to get the development and education in more expensive ways So all these applications are becoming more important And even the use of artificial intelligence will also play a role in this process Over time there's going to be continued research into Are there drugs and pharmaceuticals that will help people perform better? And how do we deploy those in different places? And then there's some really interesting work being done with a variety of devices So if you want to improve your posture There's a number of devices you can wear while working at your computer That will remind you if your posture is not correct If we ever get back to doing live programs with people in conference centers There's products being developed where you can get feedback in your glasses That will tell you how much attention the audience is paying to your presentation Many of these items that I've just talked about are going to be driven by the great advances in artificial intelligence Imagine if Alexa or Siri was your coach Imagine if Alexa or Siri was your coach And Alexa could look at the hundreds of thousands of coaching sessions she's done And instantly index all of them to figure out what question, what approach was most effective in having a coaching conversation Now Alexa probably isn't going to be as good as any of you are right now coaching But given that she's going to learn over time she might get better So we have a window for ourselves to get even better So we have a window for ourselves to get even better Where we're going to see in the future Where we're going to see in the future is some of the simple things that you might do for a client branched questioning as an example could easily be replicated by Alexa And then the last item that's going to inform all of this and the COVID-19 pandemic is really changing this rapidly Leaders are having to learn how do I manage my entire team working remotely And we have to do this in the name of uncertainty we don't know if this is going to last So our leaders have to be able to lead in a time of great uncertainty, volatility and complexity And at the same time you can't be physically present with your people and your teams You have to do it all by remote control, video conference, telephone, text, Slack, things like that So there's a lot going on that's affecting how coaching is going to be used as we move into the future So let's talk about some of the things that you need to do in order to embrace the future of coaching that's coming ahead of us The first one is you have to stay ahead of the market and that's very tricky today because the market is changing very, very quickly And so what you want to really do is focus on the most complicated, difficult changing needs of your client Don't shy away from those Alexa can't handle these Alexa can't handle these So you really want to get really good at dealing with these hard, tricky issues The next one is you want to really get serious about your own professionalism I don't know if this is an issue in the Ukraine in your ICF chapter Your coaching progress is younger than many more developed places where coaching has been going for some time But around the world I run into many coaches who are good and who say my work is really easy, my clients love me, I show up, they get good insights, they pay me well I don't have to get dressed to go to work, life is easy And what it does is it has them become complacent and not really work on their skills or get stronger and better and more effective Just say it again Just say it again, I lost you It has them become complacent and not really work on improving their skills Sometimes because they want to have more clients in their practice They extend the engagement to keep people in their practice longer And sometimes when they want to increase the number of people or hours in their practice They increase or keep their clients in their practice Instead of focusing on having the client get the results they need as quickly as possible And letting them get on with their work The third one is you need to really cultivate your own insight and expertise into the science, art and mechanics of accelerating We can't hear you, David Can you hear me now? Yes Okay, so you need to cultivate really strong insight and expertise in the art and science and mechanisms of accelerating development You have to be way ahead of your clients and you have to really learn how do I help leaders and other professionals grow and how do I help them grow more quickly than they might on their own? You have to become a real expert You have to become a real expert You have to become a real expert You also have to get really good at transforming the whole notion of transformation It's not good enough just to iterate incremental small results for clients, which many people might appreciate You have to help them make really big significant changes So you have to really stay way ahead of the clients The other thing you really want to get good at is with Alexa and Siri and bots and artificial intelligence part of the game Your first move might be to be afraid of them or dismiss them or ignore them or hope they'll go away And what you really want to do is be able to embrace and leverage these technologies How do you include those technologies, those apps, those bots? How do you make that part of your coaching to provide even more value for your clients? Another one that's related to this by embracing and leveraging technology, you also want to be a role model for your clients of your ability to innovate and adapt And if you aren't great at innovation yourself, and some people aren't Then what you may want to do is get really good at following others, but follow them very, very quickly Stay really on top of the trends and being able to adopt them very, very quickly So you have to either reinvent yourself or be able to follow other people very, very quickly And Irina, can you guess what the seventh one is? Irina, can you guess what the seventh one is? The seventh one? I don't remember I don't remember Four words Be the great coach That would be good In this case it's create your own path One of the things that the students in foundations that Irina was talking about earlier have really discovered for themselves is that the program has allowed them to be more comfortable being who they are as a coach and really being able to integrate what they've learned with what their unique approach to coaching is And being able to confidently and fully express that And that's one of the ways you can stand out the growing stage of coaches around the world So we're a little ways in, do we have any questions so far? There is not a question, it's a request Could you explain or explore a little bit about number three? Sure So you have to really get good at the art and science of how to really help adults grow and become more capable and learn faster You want to really understand adult development motivation and become really expert at helping people to really use all of their own tools to help them grow much more quickly than their peers As a coach, our job is to help our clients become better learners Как коучки и наша работа помочь нашим клиентам научиться лучше познавать или научиться лучше учиться In order to do that, we have to become better learners Для того, чтобы это сделать, мы должны стать лучшими в обучении Мы должны постоянно читать, учиться и понимать, как мы можем помочь людям развиваться более быстро и расти Как вы видите перспективы коучинга в образовании? Как вы видите перспективы коучинга в образовании? Как вы видите профессионалами? Как вы видите, учителям всегда был хорошим коучинга Учителям всегда были лучшими коучинами Если вы подумаете про это, какие-то профессионалы были просто учителены и наше время два шага и это были Melody's разным перспективы и это был очень просто разным общением Учителя не просто давали лекции или дают лекции, это не очень хороший способ проводить беседы. А со временем те преподаватели, которые смогли понять, каким образом каждый студент учится, именно они, интерактивные преподаватели, могли дать самый лучший результат? А сейчас, когда ситуация такая, что многие преподаватели работают из дома, то эти преподаватели, которые смогли понять, как правильно адаптировать. Этим преподавателям лучше надо понимать, каким образом... Can you repeat this? Teachers are being disrupted like the rest of us. Учителя, как и мы, тоже находятся в состоянии перелома, и потому что обучают дома, из дома. Как они учатся, как они учатся, как они учатся, как они учатся, все это изменяется, и они будут нужны поддержки и как адаптироваться. И соответственно, способы и методы, каким образом они сейчас обучают, они изменились, и они тоже надо научиться, как адаптироваться к этой ситуации. И не только. Мы получаем одну вопрос. У нас еще один вопрос. В каких сферах куча должен расти и учиться эффективно? В каких сферах куча должен расти и учиться эффективно? Я не знаю, что я понимаю. В каких сферах коуч должен расти и учиться эффективно? В каких сферах коуч должен расти и учиться эффективно? Вы можете посмотреть на презентацию на этот слайд и на предыдущий слайд. Мы об этом сейчас говорим, вы можете взять 3, 4, 5 или все эти пункты, и все они очень важны для того, чтобы развиваться коучу и быть эффективным. И если есть более конкретная вопроса или другая версия этого вопроса, я бы рад ответить на это. Итак, WBEX – это организация, с которыми мы сотрудничаем. Они проводят их 10-летний год. Я думаю, что один из них говорит в вашей неделе. Они делали хорошую работу подводить много контента и поддержку для тренировок в мире. И они делали несколько вещей, которые организации помогают, чтобы заниматься коучинга в Украине. Они делают отличную работу, и они провели опрос лидеров, которые нанимают коучи для руководителей. И они обнаружили несколько вещей, которые организации были looking for. Они хотели более консистенции в качестве коуча, чтобы дать очень высоких результатов, которые получают импакт. Поэтому они хотели более консистентно консистенции. Они хотят больше последовательности в предоставлении больших результатов, то есть они хотят реально выдающиеся результаты, и чтобы они были более последовательными. Они также нужны коучи, которые могут создать рапорт очень быстро, чтобы клиенты получат результаты быстрее. А также им нужны коучи, которые могут устанавливать рапорт быстро, чтобы клиент мог получить быстрее свой результат. И вы увидите, что здесь есть тема, что большие коучи должны приобретать результаты очень-очень быстро. Вы не можете проводить много времени, вы не можете проводить 2-3 сессии, вы должны проводить цену в первой встрече. И вы видите, что это сейчас такой тренд или тема, что коучи должны давать свой результат довольно быстро. Вы не можете потратить одну или 2 сессии для того, чтобы только разогревать клиента. И это последнее, что мы говорим о том, что мы говорим о том, что нужно помогать лидерам overcome all these complex and emerging challenges, чтобы увеличить качество, в зависимости от всех этих crazy conditions, и показать очень большие результаты. И когда мы говорим с людьми, которые работают лидерами и организациями, мы слышим очень-очень же самое. И за временем, в Украине будет больше и больше хороших коучей, которые станут доступными в Украине. И люди, которые сейчас нанимают коучей, у них будет все больше выбор из коучей, чтобы выбрать. И сейчас именно как раз то время, когда вы можете улучшить свои навыки, чтобы вы могли оставаться всегда в топе этого списка. И мы знаем, что это то, чего хотят организации, а чего хотите вы? Глобально мы понимаем, что люди хотят больше клиентов. Иногда люди хотят больше клиентов, более интересные позиции, более интересные ситуации. Иногда люди хотят более интересных клиентов. Иногда люди хотят более интересных клиентов, интересные ситуации. Иногда люди хотят больше ценности за работу, которую они делают. И как я говорю со многими коучами в мире, и они хотели бы, чтобы им платили больше на уровне той реальной ценности, которую они создают. Вы, скорее всего, хотите развиваться и учиться. В основном, многие коучи очень заинтересованы в обучении. И большинство из вас хотят какой-то настоящий вызов для того, чтобы достигнуть вашего потенциала, чтобы действительно достигнуть какой-то настоящий вызов для того, чтобы достигнуть вашего потенциала. в той работе, которую вы делаете. Итак, давайте используем аналогию и поговорим о том, как хорошо и хорошо появляется в лечении пациентов. И давайте используем аналогию и рассмотрим, каким образом хороший, высококлассный или великий можно сравнить при лечении рака. Потому что быть хорошим доктором и высококлассным доктором в лечении рака — это большая разница. И в очень сложных случаях рака очень небольшой уровень выживаемости вне зависимости от лечения. А далее есть легкие случаи. И в этом случае не важно какой вы доктор. Протоколы лечения достаточно хорошо известны. Протоколы лечения достаточно хорошо известны. И они им следовать довольно легко. И вот это интересно. Это средние, умеренные случаи рака. И вот это интересно. Это средние, умеренные случаи рака. Врачи, умеренные случаи, колоссально влияют на уровень выживаемости. И врачи, которые следуют инстинктам, либо полагаются на свой небольшой опыт, они не так хороши. А те, у которых довольно большой опыт, они лучше в постановке диагноза, в постановке точного диагноза. Вы можете представить, если вы коучили 10-20 человек, это один уровень эксперимента. Если бы вы коучили 100 человек, то это будет гораздо больший уровень эксперимента. И у вас будет гораздо больше инстинктов и понимания о том, как устроены люди. И представьте, если бы вы проработали 500 разных людей. А представьте, если бы вы проработали 500 разными людьми. То есть, если бы вы проработали с довольно простыми вещами, помогать людям делать основные вещи, которые мы думаем, что Алекса будет в будущем. В будущем, если бы вы коучили? Коучили достаточно. Для очень простых каких-то коучинговых вопросов, это те вещи, которые Алекса сможет делать довольно быстро. Но для таких сложных вещей, таких как системы образования или для таких переломных моментов, которые мы сейчас переживаем, опыт имеет огромное значение. И давайте посмотрим на путешествия, через которые проходят коучи. Когда вы начинающий коуч, то вы фокусируетесь на всяких правилах, на инструментах, учите каким образом проводить коучинговые беседы базовые. То есть, много вопросов, как мне это сделать и что мне надо сделать, но смысл в том, что вы руководствуетесь формулами. И когда вы растете и набираете сессии, то вы начинаете быть более компетентным. И за время вы начинаете становиться руководствоваться своим опытом, вашими собственными моделями, тем, что вы выучили. И вы начинаете смотреть, что я люблю, что я думаю, что это будет полезно. Так что это становится центровано в вашем виду о том, что это будет хорошая коучинговая. И для некоторых из вас это может выглядеть так. И для некоторых из вас это может выглядеть так. О, мне нравится этот тест, эта форма. Я хочу это использовать со всеми своими клиентами. Или я высылаю всем своим клиентам заметки о коучинге. И вы добавляете свое собственное прикосновение или свой собственный стиль коучинга. Так что, в основном, у нас достаточно хороших, компетентных коучингов. И у нас достаточно больших компетентных коучингов. Когда вы становитесь экспертом, вы начинаете заниматься руководством клиентами и его ситуацией. Когда вы становитесь экспертом, то вас ведет уже клиент и его ситуация. И это начинает становиться больше, что этот ученик нуждается сейчас. И вместо того, чтобы использовать формулу или модель, вы спрашиваете, что будет наиболее полезно сейчас этому клиенту. И мы обнаружили, что эксперты работают с большим количеством клиентов, борются с сложными проблемами, и получают значительно лучше результаты в гораздо меньше времени. И что мы обнаружили, это то, что эти коучи, они работают с большим количеством клиентов, с разных клиентов, и берут работу более сложные запросы и достигают значительно больших весомых результатов за меньшее количество времени. И это как раз то, когда наступает время искусства и науки коучинга, потому что вы можете скомбинировать все инструменты, все модели, которые вы учили. Вместе с тем опытом, которое вы получили, работая с большим количеством клиентов. И это позволяет вам находить суть вопроса гораздо более короткое время. Есть ли вопросы какие-то сейчас? Есть вопрос на английском, его нужно перевести на русский. Как, Таня, ты хочешь? Зачитать мне и перевести? Или ты видишь чата? Я скажу тебе в английском, и потом я буду перевести в русском. Дэвид, как, когда, 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 в частности, новость в коучинге, может испытать очень клиент-центрирование и focus на клиентов? Энформация на инструменты и техниках будет высоким количеством для клиентов. Вы, Дэвид, можете читать это также в чат. Это в английском, и я попробую читать это в русском. Как так происходит, что в ситуации, когда новичок в коучинге может чувствовать или переживать клиент-центрированный подход и фокусироваться на клиентских нуждах? Тогда акцент на инструменты и технике, будет ли он ценен для клиента? Да, Оксана, если можно, задайте ваш вопрос по-русски или по-английски, это будет здорово. Здравствуйте! Оксана, на русском, что хотела сказать для всей нашей команды, ребят, которые здесь собрались? Ребят, вот я новичок в коучинге, поэтому сразу быстро кратко, да? То есть на самом деле только-только начинаю обучаться компетенциям, маркерам и так далее. Стоп, Оксана, подождите, я переведу. Это вопрос от Оксана, и мы дали ей возможность объяснить себя. Она новичка в коучинге, и она просто началась учиться в коучинге. Оксана, если это нужно, я бы хотел бы представить свою идею к русскоговорящему, и тогда я могу опять задать вопрос, и я могу ответить к Дэвиду, если это нормально. Хорошо. Вы можете, да. Оксана. Оксана. Все равно, когда я работаю с людьми, у меня все равно вкус идет на потребности клиента, на его запросе, и вот именно, что ценного для клиента я могу принести в сессии, но не на процедурах, не на техниках, не, скажем там, на вот этих моментах, которые как бы должны быть главными для новичка, либо для хорошего коуча, который с хорошими компетенциями, скажем так. Вот это является мой главный вопрос, как соединить стадию 1 и стадию 3, потому что по факту я новичок, а в результате, когда работаю в сессиях, то есть у меня совсем другой подход, у меня совсем другой фокус. Okay. Дэвид. So, I was trying to introduce my idea, and indeed, I'm a novice in coaching. Frankly speaking, hand and heart, I'm just starting my education, my coaching practice, like trying to be a professional, so I'm not accredited, I'm not certified. But indeed, in my sessions with coaches, all the time I focus on the learner's needs. And if I analyze, even then work with my mentors and, like, supervisors, normally, like, what is my main focus that's need of the coaching? And I focus on the tool that would be of the highest value to the coaching. So, it's not on the formula. It's not about principles about coaching. It's not about steps, like, or, you know, like, step by step plan for my coaching session. Okay. It's not about, like, a variety or a wide range of tools, like toolkit that can be quite adaptable for a coaching session. But it's always, like, high value to the client, high value to the coaching. How can it correspond to this explanation being, like, at the introductory stage, not even step one. I am not ACC. I'm not even a coach in the pure sense of the word, because I'm just learning to be one. And with my methods of coaching a person, I am already, like, in this area where, like, I'm guided by the client, I'm guided by the context, and I focus definitely on the value to the client. So, it's very possible that you have a natural instinct for coaching. And congratulations on understanding how to organize your coaching based on what the client needs. I started out coaching without any training and was very effective. And then as I became trained as a coach, I learned many things that I hadn't thought about. I was able to add more tools to my toolbox. I was able to add more tools to my toolbox. I was able to provide some sort of classroom. I was able to use some high level skills. I started coaching for years before there was a certification. I was able to serve a certification in many years. I played a coach for years before there was a certification. So, over time, I learned many things to add to my already innate skills. И со временем я научился добавлять к моим навыкам и знаниям. So as you continue to train, work with your supervisors, study to become an ACC, you will learn other tools and techniques that will make your coaching even better. Thank you for the question. Thank you, David, that's been insightful. Thank you so much. You bet. Irina, other questions? Yes, there are some questions. It's a little bit confusing that 11 competencies of ICF are clear what's allowed, what's not, but sometimes a client needs consulting at the moment when he doesn't know. And in that case, it appears that it is a mix of coaching and consulting. Let's put that question on pause and we'll talk about it in a little while. Then there's another question, if we still have time for it. Okay? Sure. There are some cases that novice coaches and even competent coaches, good coaches, they are experimenting and overestimate their capabilities. And when they try to follow the client, follow the context, and they don't have enough self-awareness at their first stages. And this results in the situations when they don't bring valuable results to customers. I applaud them for actually experimenting and continuing to stretch their horizon or their toolkit. I applaud them for actually experimenting and continuing to stretch their horizon or their toolkit. And I would invite them to partner with another coach to talk through each of these coaching sessions. So that they can rapidly learn what they might have missed, what clues from the client and how they could be even more effective going forward. So it's important to understand how to do coaching, which is what you are trained at as an office. But you do have to stretch yourself to really understand how to work with what this client needs right now. But I think it's important to experiment and sometimes struggle to figure out how to get better results faster. Thanks for the question. Any more, Irina? No. Not for now. Okay, let's keep going. I'm sorry. There is another one. Okay. Go ahead. Yes. To what extent can you follow your intuition rather than procedures? I follow my intuition all the time. And I have tracked, when I use my intuition, how often did it result in us moving the client more quickly. And for me, it was about 95% of the time. So if you're going to follow your intuition, just keep track, see, is your intuition a good guide that's worth paying attention to? Your intuition is really many things. It's the culmination of experiences. It's your ability to pick up subtle cues from the client. It's hearing patterns and language. It's a variety of things all come together to make that intuition so powerful. Great question. And there is another one. How do you train your intuition? I think you start having to first be able to listen to it and notice it. And sometimes I'll ask a client, I'll say, I'm having a thought, I'm not sure it's really relevant, but can I just test it with you? And then I'll share what my intuition is saying. And I know right away whether it will take us in a helpful direction or not a helpful direction. And if you keep track of when you used your intuition and what the results were, over time you will see where your intuition is reliable and where it's not helpful. And there is a comment from Elena who asked this question that your comment about intuition is very inspiring. Thank you. Thank you. Thank you so much. Yes. Very inspiring. And I do agree. Intuition also, we need to trust our intuition. That's also some kind of action I believe we can do. Yes. Very good. Thank you so much. Sure. So this is Thomas Friedman. He's a columnist for the New York Times, a newspaper here in the US. And his quote here is that average is over. And most things and we really need to keep pushing ourselves to be extraordinary. So let's talk a little bit about the five different ways that great coaches add value in a coaching session and with their clients. The first one is they start fast. And they know how to build deep trust and connection really quickly. And they are very skillful at finding out what the most critical, highest value issue is to work on. Because they want to get to the heart of the matter, the really important stuff very, very quickly. And many coaches oftentimes they'll spend the first session getting to know the client, understanding the history, their background, maybe doing lots of assessments. So it may be many sessions before the client is getting much value. And our approach is that we want to get into something important to the client and get to work on it very, very quickly. We know that over time they will tell us the things we need to know, but we don't need to know them at the very beginning. And this is something that is surprising for many coaches because they think I have to get to know you completely before I can get started. And I could coach any of you right now without knowing anything about your background and we could get some insight in maybe 10-15 minutes. By starting fast, it allows us to go deep and really spend time on the business. We can really help them cultivate really powerful insight and motivation to go to work on those problems. And then the third thing we do is we end strong. And this is where most good coaches miss out on a big opportunity. What we have found is that on average we're spending a third of the coaching session making sure that the client is actually going to take action on the items that we discussed. And what we find is most good coaches when the client has an amazing insight are certain the client is just going to go act on it immediately. And what we have found is that for most clients life gets in the way of the best of intentions. So we spend a lot of time in our coaching sessions making sure are they set up to go and actually get done the item that they wanted to get done this week. We also help them reflect and keep looking to see what did I learn, how can I change, what did I learn, what can I change so that they can take these tools and be effective with themselves well past when our coaching engagement ends. Can you say it again? Sure. We teach them how to reflect and then we teach them how to learn from that reflection and build an action reflection cycle that lasts well beyond our coaching. We teach them how to reflect and then we teach them how to reflect and then we teach them how to be effective and well past when the coaching engagement stops. The fourth way that great coaches add value is they are able to work with a wider range of clients. They can work with leaders who have really complicated, difficult, emergent issues. They can work with leaders who have really complicated, difficult, emergent issues. Because they are great at transformational change and development and really helping clients grow and grow positions and change roles. They are able to get selected for a wider range of positions and clients. They are able to work with uncoachable clients, those defensive, narcissistic, don't want to be here to get coaching clients. We will talk more about that in a few minutes. They are also able to work on not just coaching the leader but able to coach the whole system that that leader works inside of. They become a partner with a learning and development organization that might hire them. But they are focusing on the entire organization and this is what many of the coaching program managers we have talked with are really looking for in the coaches they are hiring. So I don't know if how you talk to dogs in the Ukraine but here we are always talking about good dog, good dog, oh you are such a good dog. So I love the phrase here, it's always good dog, never great dog. We like to share quotes and cartoons and poems sometimes. I like this one. The ability to learn faster than your competitors may be the only sustainable competitive advantage. So there's a theme here which you've heard over the last 75 minutes that I really care about whether you're a novice coach just beginning or you've been coaching for a long time. I really want you to become even greater because the world needs more great coaches. Arena what questions we have now? Just a second. Arena what questions we have now? Just a second. There's a few questions from the previous comments. David, the aim to speed is not going to impact the quality of consulting. David, the aim to speed is not going to impact the quality of consulting. The question is like this. David, the aim to speed is not going to impact the quality of consulting. We can't lose the important information from the world of clients. And there is a question, like comment from previous topic. It sounds like this. Is the desire for speed, like to be quick, can it influence the quality of the session? We can miss some important information about the client's world or map of his world. We've done a lot of experimentation with this. And our experience is getting into what matters to the client is really important. And they'll tell us the things we need to know. And I want to be clear that we're not saying that people should rush. Or just go fast for the sake of going fast. What we're talking about is efficiency. And being very selective. So that you can get to the really specific thing that matters. but it doesn't mean going fast just to go fast. Thanks for that comment. Thank you for that comment. There is another one. If we see that a client has an insight. Can we just jump into action and action plan to use the moment, the impulse of this insight? Or should we follow the plan of our session and leave the action plan to the end of the session? I think it's better if the insight is important and related to what they've asked to accomplish. It's sometimes helpful to go into action planning around that insight. Because what will often be revealed is other insights or other information that you might not have found if you didn't do the action planning. So you can go to the action planning and then move forward after that and then go on to the next item that may be useful for a session. But I think as a coach we have to stay very flexible and allow the sessions to go where the energy is. Another one. Another one. What is more important, a desire or an intention to be ahead of the market or development of your own brand and paying attention to your uniqueness and your expertise in your own niche? Both. Both. You have to be able to explain to people what you do and why you're unique. Вам нужно уметь объяснить людям, что вы делаете и почему вы уникальны. And part of that is that you're constantly working to stay ahead of the market and to be more equipped and more adaptable than other coaches. So I think both things are important. And there is another interesting question. David, what do you think a great coach or to what extent a great coach can allow himself or herself to acknowledge its failure or unperfectness? I think all of us have blind spots in places where we aren't as effective as we would like to be. Greatness usually involves some level of asynchrony. So it's important to be aware of where is your zone of strength, where can you really do great coaching and what are the areas you need to really be working on. And it's important to understand your strong sides, those sides, on which you can produce very cool coaching and those sides, where you need to learn more. Okay. Do we have time for another one? Sure. Do we have time for another one? Sure. Do we have time for another one? Does it depend on the level of thinking processes of the client or from the coach level? I think it's dependent on the coach. I think many clients will show up at a session and they want to think out loud and talk and talk and talk and talk. And sometimes the coach needs to understand what the client's goals are and to be able to understand if the way the session is going is really going to get there or whether they need to interrupt and change things up. Well, it's a partnership. Clients are expecting the coach to take the lead and really help them grow and develop, so you have to be able to step in and make the call at the right time. No more questions at the moment. Terrific. Okay. Let's keep going. Тогда продолжаем. So let's talk about the counter-intuitive moves that great coaches use. Many coaches get stuck in, I have to have powerful questions. My coaching is all about powerful questions. And we think that only focusing on powerful questions makes your coaching actually less efficient and really can slow down progress. So I think great coaches take a mix of questions, statements, using silence, commenting, interrupting, but there's a variety of things they use to really help make things happen. And it's easy to misinterpret a lot of the competencies that a certifying body like ICF has, that a coach should mostly be asking questions. I've done very effective sessions with statements. And many coaches use the comments, the comments, the comments, and the comments. And it's easy to interpret it or interpret it correctly, especially when there is an organization, a certified ICF, with competencies. Я делал сессии, например, только базируясь на утверждении. Многие коучи экспериментируют, говоря себе, могу я задавать более короткие вопросы, могу я вообще помолчать. Здесь довольно большое пространство для эксперимента. So somebody asked earlier about this notion of advice and the competencies of the ICF. And this is a frequently very misunderstood area, especially for newer coaches and sometimes even good coaches. And sometimes advice gets confused with telling people what to do. So if I say to Irina, you need to get a haircut, that's telling her what to do. If I said to Irina, you say you want to improve your appearance, what are three things you could do to improve your appearance? She might offer up two or three things that she can think of. If she was stuck, I might say, well, you could think about changing the color of your clothes, you could think about getting a haircut, you might wear your hair a different way. I could offer three or four different ideas. She'll get a chance to think about what she is and she'll reject some of it. She'll reject some of those ideas and may cause her to think of other ideas. Some people would say that's consulting. I don't think so. What I'm trying to do is stimulate thinking. And as an example, sometimes I'm working with a leader and they need to go do something that they have no skills to do. So often times I'll say, you need to go get feedback from the people on your team. And they may say, well, I don't know how to do that. And they may say, well, I don't know how to do that. So we'll talk a little bit about how they might do that. We'll give them some ideas on how they can go get feedback. But ultimately, the client is deciding what they want to do, what they're going to invest their time in. But I might be providing suggestions, but usually more than one. Oftentimes you'll have a client who is resisting things that you're talking about. Everything you talk about or suggest, they push back on. And whenever I encounter resistance like this, I look back to what is the purpose of our work together. And I ask the client to start thinking about why are we working together? What are your goals? And then we can start looking at the things we're talking about them taking action on. And I ask them to reconcile. How do you reconcile? You want to accomplish these things, but all the things you keep coming up with to do, you don't want to do. And oftentimes, when we put it that way, it causes us to now get into a new area of deeper coaching to understand that maybe those goals aren't the goals they have, or there's something else that we need to know. to help them accomplish their goals. The fourth one that we want to talk about is many coaches use praise and positive feedback too much. Remember, we're training our clients how to be self-directed learners going forward after the coaching engagement is over. Remember, we're training our clients how to be self-identify, especially after the coaching contract. So when they've really learned how to do something new, then praise and feedback can show up very helpfully. But what you don't want is them to always look to the coach to know whether they've done a good job or a bad job with something. We really want them to really be able to reflect on their own successes and failures and to learn from them and not be dependent on checking in with a coach. So for us, conventional wisdom is what coaches use. We don't think it's the most powerful choice. We think going against the conventional wisdom is what allows greatness to appear. And for us, spiritual wisdom is not what coaches should use. It's not the best choice. Any coaches at this point? Any questions at this point, Irina? Yeah, there are two questions from Оксана Чайка. Оксана, может быть, вы сами зададите и переведете, да, так будет проще. Потому что вопросы достаточно глубокие. Будет удобно? Оксана is not here. So there is a question from Оксана. It's in English. I will read it and Tanya will say, okay? Do I get it right that making suggestions is not the same as consulting? What does ICF say about it? Would that be acceptable to pass ACC, PCC successfully? Правильно ли я понимаю, что давать идеи – это не то же самое, что консультировать или давать советы? Что скажет на эту тему ICF? Пройдет ли такой подход на сдачу ACC и PCC? Если вы будете придерживаться того формата, который я только что продемонстрировал, когда говорил про Ирину, которая хотела бы улучшить свою внешность… И коуч бы выслушал все идеи, которые возникли у Ирины на эту тему? И когда бы он полностью происследовал все идеи Ирины и варианты? Коуч может предложить какие-то идеи, которые Ирина могла бы рассмотреть. В конце концов, Ирина выберет, что она будет делать. То, что ICF ассессоры не хотят увидеть в сессии – это коуча, который говорит, Ирина, вам нужно пойти постричься. Что ему нужно делать. Или на партлельной тему – это коуча, который говорит, Ирина, что вам нужно поменять одежду, что ей нужно поменять, и на курсе, что ей нужно делать. То есть вам не нужно говорить Ирине, что ей нужно делать. Но мы можем обсудить порядок вещей, которые она могла бы делать. Обычно, когда консультанты обращаются к консультанту с вопросом «У нас есть проблема, что нам делать?». Консультант анализирует ситуацию и говорит «Вот так и так, вам нужно делать это и это». Спасибо за вопрос. Оксана, если вы здесь, у вас был еще один вопрос, и его достаточно сложно передать. Может быть, вы его сами передадите? На английском? На английском и на русском. Ирине, у нас есть еще один вопрос. И в этом случае мы говорим о клиентах и клиентах. То есть, это вопрос. И то, что у нас было вопросом. И это вопрос, который оказался вам в этом случае. В этом случае, не знаю, но. В то, что спросили, если вы о чем-то, как-то и как-то об этом. Как-то помогло обовой мировой лейтенции. Или осеннителетесь, как научиться помочь с этим осмотреться. В этом процессе. great coaching can we speak here that great coaching leaves room for both for the client and for the coach and it's room for development and room for growth it means that the client can be grown with the help of the coach and get insights at the same time as a coach growing along with the client enhancing more value for perfection and expertise what do you think about your career? I agree. David just one moment. Оксана переведите себя, пожалуйста, на русский. Он не всегда может как бы осознавать свою несовершенность то есть вот как он смотрит на вот эту несовершенность да и мое как бы предположение обсудить вопрос что такое вот классный коучинг вот этот высший формат коучинга когда разговор идет о несовершенности коуча это не является ли это именно тем чтобы признать это как ну скажем не то что несовершенность дядь ему синоник это вот именно то пространство когда коуч может вместе развиваться со своим клиентом то есть в то время когда клиент получает инсайты и идет к своей цели да хорошо заявленному там результату и так далее коуч точно также совершенствуется и приносит больше ценности подымая уровень своего профессионализма и повышая качество сессии для клиента в будущем дэвид что вы думаете по этому поводу дэвид so great coaches are not perfect great coaches make mistakes all the time great coaches are always experimenting великие коучи они несовершенны они совершают ошибки все время и они очень много экспериментируют and not all the experiments work but great coaches also have the ability to recover great coaches are looking at every coaching session and saying what worked what didn't work how could i do this better or different i reflect after every coaching conversation to see what i learned what i might have done better did i miss something я рефлексирую после каждой коучинговой сессии своей что я выучил чтобы я мог сделать лучше что я пропустил and i'm sure i make mistakes all the time и я уверен что я делаю ошибки довольно часто but there are experts who have stopped learning who are skilled at a certain level and never get better но есть некие эксперты которые перестают учиться которые достигают определенного уровня и не становятся лучше and there are experts who are constantly building their expertise knowing there is always more to learn а есть эксперты которые постоянно наращивают свою экспертизу понимая что всегда есть что-то новое чему поучиться let's use that as a transition to the next slide because i think it transitions very nicely давайте используем этот как переход к следующему слайду я думаю что это очень уместно сейчас so deep practice is essentially what we're referring to a lot here and i think there's four things that really go into deep practice and great coaches are focusing on deep practice all the time глубинная практика это то что используют великие высококлассные коучи все время so they're mindful they're very intentional they know where they're going они осознанны они очень обладают намерением и они очень хорошо понимают куда они идут they're struggling they're working at the edge of one's ability failure is likely it forces us to slow down make errors and learn from them они борются да или как бы прогрессируют они работают на грани возможности и они понимают что вероятны провалы и они ошибаются и справляют свои ошибки a good coach just keeps doing what they've always done and it works well and the client gets okay results a great coach is frequently struggling how do i do it better how do i do it faster how do i do it more deeply how do i do it better 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 by doing this deep practice they're repeating over and over and over again and they're building new pathways to really reinforce this learning и таким образом когда они это делают они повторяют довольно повторяют и повторяют таким образом строят новые нейронные связи and then the fourth piece is strategic feedback whether this is from your own self-observation and reflection we're working with other coaches in triads or dyads to learn how to observe yourself и четвертое это стратегическая обратная связь либо вы сами себе ее даете либо вы работаете с другими коучами в парах, в триадах чтобы получить эту рефлексивую оценку иначе где ты работаешь с другими коучами все время, коучинг перед другом, ты можешь представить, что ты быстрее и лучше потому что коучи хороши в помогать другим людям участвовать. Так что, работая с другими коучами это отличная способ, чтобы улучшить лучше. Давайте поговорим немного, что такое не коучинговый клиент. Мы часто слышим такую фразу, что этот человек просто не коучинговый. Мы думаем по-другому. Мы думаем, что те, которые мы называем не коучинговыми, им больше всего нужен коучинг. Мой коллега, Дэвид Петерсон, поделился со мной историей, я поделюсь ее с вами. Он работал в большом коучинговом программе, где они отправили 10 менеджеров, чтобы все получили коучинг. Мой коллега, Дэвид Петерсон, поделился со мной историей, я поделюсь ее с вами. Он работал в проекте, в котором были 10 руководителей порядка, которые нуждались коучинговой. And he was sitting with a female leader, and she's sitting there with her arms crossed, and he's saying, well, what would you like to work on? She said nothing. Он работал с женщиной-руководителем, которая сидела перед ним, скрестив руки, и он задал вопрос, на чем бы вы хотели поработать? Она говорит, не на чем. And then he said, okay, well, why are you here? And she says, I don't want to be here. And he said, me neither. Let's go. And she said, we can't go. And she said, we can't go. And he said, why not? And he said, why not? And he said, why not? Well, my boss wouldn't be happy. I need to get her off my back. Would you like to work on that? Yeah, that'd be great. Okay, let's do that. And they went to have a very phenomenal coaching session because David went where the energy was. But too many of us have spent time trying to talk people into why they should want coaching, explaining coaching. Многие из нас в такой ситуации начали бы объяснять, что такое коучинг и говорить с клиентом. И это никогда не работает. И если вы когда-либо сможете стать человеком, который сможет коучить сложных людей, нарциссических личностей, которые находятся в защите, вы сможете зарабатывать огромные деньги. So we have only a few minutes left, Irina. I suspect we have a few more questions. We have many, many thanks from a lot of participants. Amazing. Thanks for sharing. Terrific, great story to share. Great story. No questions so far. Can I ask a question? Of course. Please. I'm really interested in, David, in your experience, you were, you was one of the founders of coaching. And what is the difference between coaching then, at 90s and now? What are the key differences? What evolution do you see between then and now? And I will translate this into Russian. Okay? My question to David, because David was one of the founders of coaching. So the understanding of coaching and the awareness and receptivity has grown dramatically. The understanding of coaching and understanding of his effectiveness has grown very well. Yes. David, your microphone is not working. What's the difference between the two of us as well? I mean... We cannot hear you. We still cannot hear you. We will let you know as soon as we do, but so far, no. When I first started coaching, I would say to people, I'm a coach, and they'd say, football, baseball, you don't seem very athletic. Nowadays, coaching is well understood. So it's easy to get started with clients because they already have some understanding of what's possible. What I think has also changed is coaching is now applied in a much wider range of fields, throughout business, in all kinds of walks of life. It's well understood and well used in many, many different fields. The basics of coaching have not changed at all. We now have more assessments. We now have more other disciplines that are related, like positive psychology. There is more research, and we now know how to go more quickly. We have eliminated a lot of the things that might have been wasteful that we first did in coaching that we don't need to do anymore. that we first did in coaching that we don't need to do anymore. And we have erased many things, which we thought were needed in coaching, but we now do not do any more. Any other questions, Irina? Да, есть много вопросов, много вопросов, просто секунду. Я могу спросить о вашей опыте ученики нарциссистских личностей? Это, наверное, будет последний вопрос. Я очень рад, что у нас много вопросов, вы перешлите и мне их после. Я не боюсь их. Обычно они очень успешны. И я могу использовать все это успех и энергию, чтобы привести их к лучшим результатам. Но это требует встретиться с ними на месте, где они находятся. И понимать, что они всегда будут нарциссистами. Но это очень весело и большая задача. И вы можете получить много успеха в тренировках этих людей. Но это очень весело, это большой вызов и у вас всегда вы можете получить огромный успех, если вы будете учить таких людей. Это очень весело. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Я очень рада провести с вами эти два часа и благодарить за перевод. Спасибо. Спасибо. Важно. Продолжение следует... Если вы заинтересованы, то, пожалуйста, посетите сайт wbex.com, он внизу написан, и программу 7Pass.com, это тоже сайт. Программа называется «Путешествие к мастерству», и мы всегда ждем участников, и мы заинтересованы в том, чтобы мир получил более высококлассных коучей. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...